Большинство из морских обитателей уже давно попрощались со своей разноцветной чешуей, а бассейн теперь наполняется только дождевой водой. Сегодня скульптурная композиция рыбки утратила былое величие, но по-прежнему остается визитной карточкой курортного городка и привлекает своей яркой мозаикой и местных жителей, и гостей, которых здесь немало круглый год, как и в советские времена. В последний раз скульптурную композицию реставрировали более 20 лет назад, но скоро рыбкам и черепахам вернут привычный яркий вид. Бассейн ждет реставрация. Такое поручение дал Алексей Копайгородский. Мэр сегодня оценил состояние скульптуры. Департамент архитектуры восстановить полностью все фото съемки этого места предыдущего, как это было раньше здесь сделано, создать группу специалистов, которые восстановят вот эту всю экспозицию всех фонтанного комплекса. Это достояние города, не только Адлина. Автор бассейна с рыбками – великий Зураб Церетели. Чашу и ее морских обитателей скульптор украсил модной тогда венгерской смальтой. Это разновидность цветного стекла. Тогда в конце 70-х бассейн наполняли водой. В те времена искупаться здесь было мечтой мальчишек и девчонок. И не только сочинских. Церетели же это делал. Из какой-то там смальты венгерской или какой-то дорогой. Надо восстанавливать в таком же виде, в каком есть. А восстанавливать обязательно. Мозаику восстановить, мне кажется, будет классно. И чтобы обязательно была вода. Здесь очень красиво, когда все вот эти кубики. Вот это все будет на месте, будет просто прекрасно. Восстанавливать скульптуру будут исключительно с учетом мнения Зураба Церетели, соблюдая авторские права. Также мэр Капайгородский дал поручение оценить состояние и других подобных исторических мест курорта. С сегодняшнего дня мы организовываем рабочую группу, которую возглавляю сам лично. Для чего? Для того, чтобы полностью поднять весь пласт исторических мест, скульптурного наследия и объектов туристического показа, которые являются достоянием нашего города. Потому что то, что было сделано нашими предками, должно быть восстановлено. Преобразиться должна и территория вокруг скульптуры Церетели. В парке установят лавочки, освещение и камеры видеонаблюдения. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.